Я обращаюсь к жителям Дальнего Востока. Обратите внимание на федеральный закон 473 о территории, предлежащей развития ТОР, который вступил в силу и начинает надряться на наших землях, которые, согласно данному закону, будут надлежать не народу России, а другой стране и другому народу. В нашей стране к власти пришел капиталистический строй. Это эксплуатация одних групп людей другими. Эта группа эксплуататоров будет последовать свои интересы, но не интересы простого народа. Основа держания власти, группы этих людей, лежит на структурах власти. Это депутаты, армия, полиция, суд, прокуратура, судебные пристава и так далее. Данные структуры обязаны создавать закон и поддерживать власть правящего класса и ее партию. Правящий строй в государстве обязан содержать данные силовые структуры, и чем ближе данная структура к решению государственных задач, тем выше денежное содержание этих структурах. Народ для них это толпа, быдло, которое требуется пастух. То есть корова, которую надо периодически доить, хотя уже и у коровы осталось только кожа и кости, но ее все равно продолжают доить. Для получения прибыли и дальнейшего крепления строя необходимо продать остатки в собственно народа, земли и ее месторождения, полезные ископаемые. Продать ее себе или иностранцам, или себе под маркой и иностранцев. Кроме того, для сохранения своего капитического строя и своих денег от претензий своего народа, необходимо на территории нашего государства присутствие другого мощного государства и частной армии, который в случае необходимости будет защищать свой интерес, деньги и своих граждан, и окажется действие в защите русских капиталистов от своего народа. Я предполагаю, что для этого им и нужен торм. Сейчас за все приходится платить. Сколько это будет стоить нашей стране и нашего народа, их помощь, и их присутствие на нашей земле, думайте сами. Бог нам дал всем право выбора, и это будет каждый ваш личный выбор. В истории нашей страны уже есть подобные примеры. Это потери Аляски, это война с немцами в 1941 году. Зачем нам наступать на грабли дважды? Посмотрите, что творят эмигранты Германии, как сейчас ведут себя китайцы на Дальнем Востоке. Китай считает Дальний Восток своей территорией. Кроме того, китайцы уже живут на по всей территории России, и они будут всегда проследовать интересы Китая, но не России. Россияне с Дальнего Востока и Восточной Сибири бегут в европейскую часть страны, потому что они видят перспективы для себя и боятся за свою безопасность. Причина критеризации этих территорий под лозунгом стратегического партнерства. Скоро времени этнические китайцы на Дальнем Востоке и Восточной Сибири будут больше, чем россиян, и они могут диктовать свои условия и порядки. Их цель подготовиться для оккупации Дальнего Востока и Восточной Сибири. Наш сосед Китай перенаселен, экология загрязнена, их земли скоро будут непригодны для их проживания. Вооружен нашим оружием, хорошо подготовлен в военном отношении, имеет современное оружие. Военные соревнования занимают вторые места после России. Правительство уже отдало около 40 тысяч квадратных метров земли Китая. Это Тунгиро-Лемиканский район, Могочинский, Казимуро-Заводской район, Сретенскому, Красно-Чехтийскому районам Забайкальского края. По этот закон попадает 60% российской территории. Кроме того, меняется климат на земле, появятся климатические беженцы. И что тогда будете делать, когда свою землю уже раздали или подарили другому государству? Что касается закона ТОР, об этом много написано в интернете, имеются различные точки зрения, но суть одна. Я предполагаю, что нашим народу могут не стать своей земли. Будет жить другой народ на нашей земле, и наш народ будет жить только по доверенности. Поэтому, если вас интересует ваше будущее, посмотрите в интернете, что пишет праведный закон. Не будьте той улиткой, не спрячетесь. Вас все равно достанут, вам некуда бежать, вы никому не нужны. Я предполагаю, что данный закон от 29 дна 2014 года, номер 473, о территориях опережает социальное развитие Российской Федерации, корзину национальным интересам народа России, безопасности страны, в том числе граждан нашей страны, проживающей на Дальнем Востоке, где ТОР начинает пропихать наши города. Для понимания масштабности задуман отметим, что ради него изменили последующий кодекс Российской Федерации. Гражданский, градостроительный, трудовой, земельный, лесной и также федеральный закон о законодательном исполнительном органе власти субъектов Российской Федерации, о местном самоуправлении, о приватизации, обязательном страховании, об иностранцах, о лицензировании, поговорительской экспертизе, о том, что исчезли и другие законодательные акты Российской Федерации. Для понимания происходящей, посмотрите русский фильм «Дурак» 2015 года. И представьте, что люди, проживающие жители, это весь наш народ России. А чиновник, это наши русские капиталисты, что для нас всех и наши детей ждет в таком случае в будущем. Суды и пристава – это те силовые структуры государственные, на которые опирается власть. В 2012-2016 год я защищал свои права в Центральном районном суде города Комсомольск-Однамуре. Суда Хабаровска. Я отставил свои права, а судьи отставили интерес судебных приставов, несмотря на их явное нарушение закона. К данным вывода происходящей в стране я пришел на основании 5 лет судов, как проходят суды и как судят суди в высшей перечисле суда. И мои обращения на нарушение моих прав в развитии инстанций к депутатам Жириновского и Зюганова оказались бесполезными. Сейчас прав тот, у кого больше прав. Даже если ты и прав, то по существующему строю в государстве ты все равно будешь неправ. У нашего народа отобрали все права. Я против создания только в Хабаровском крае и в России в целом.